Наконец-то! После длительного отсутствия я вновь могу сказать эту фразу. Приветствую вас на канале Legacy Driver. С вами, как всегда, я Стас. И мы продолжаем серии по постройке вот этого редкого Субаря. Поехали! Ну что ж, ребята, в этой серии я расскажу вам о том, о чем уже так долго многие спрашивали и просили рассказать. И это карбон кевларовый капот от израильской фирмы C-Parts, который был сделан специально для моего Субаря. Друзья, мы преследовали три основные цели при разработке вот этого вот карбон кевларового капота. Прежде всего, первая и самая главная цель – это улучшить охлаждение двигателя и работы всей системы охлаждения с помощью вот этих вот специальных жабер отвода тепла. Вторая цель, которую мы преследовали – это снизить вес на передней оси автомобиля. Ну и третья цель – это была такая цель добавить небольшую стилистическую изюминку во внешний облик моего автомобиля. И прежде всего, я хотел бы поговорить именно о весе данного капота. Задача наша была сделать максимально легкий капот. Для этого именно использовался карбон кевлар. И получился у нас вес без вот этих вот карбоновых заглушек «Джабер» в районе 5 килограмм и 900 грамм. Я попытаюсь вставить вставку, если будет, я не помню, по-моему, кажется, я снимал вставочку, как мы замеряли вес. Я ее поставлю, вы увидите, там что-то вышло в районе 5-900 грамм. Реально, капот получился, ну, просто мега легкий. Если учесть, что заводской капот, который здесь стоял на этой европейской модели, он был стальной. И весил он, если я не ошибаюсь, более 20 килограмм. Да, потом у меня стоял японский алюминиевый капот, который весил в районе 13-13,5 килограмм. Но здесь мы превзошли все мои ожидания. У нас получилось реально менее 6 килограмм без вот этих вот карбоновых заглушек, которые тоже, как вы видите, снимаются. И действительно получается мега легкий капот. Если не ошибаюсь, мы даже превзошли капот от известной японской фирмы «Варис». Если не ошибаюсь, то тот капот весит примерно почти на 2 килограмма больше, чем вот этот вот карбон-кевларовый. Друзья, я думаю, что многие из вас уже могли заметить, что хоть капот и карбон-кевларовый, он уже окрашен в оригинальный цвет автомобиля. На самом деле, когда капот только был готов, у меня был вопрос, или сразу же его красить в цвет автомобиля, чтобы не привлекать слишком много внимания, или оставить его в его заводском исполнении. Я решил какое-то время покататься в заводском исполнении, и выглядело это вот так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... На самом деле, как вы понимаете, прошло уже очень много времени, как я уже езжу с этим капотом. На дворе у нас сейчас ноябрь 2021 года, а капот этот был готов и уже установлен на автомобиль аж летом, даже не летом, в мае 2020 года. То есть, получается, уже почти полтора года я езжу с этим капотом, и почти год я отъездил в его карбоновом исполнении, после чего мне надоело, и я решил перекрасить все в цвет автомобиля. И, на мой счет, так гораздо гармоничнее, лаконичнее и, ну там, я не знаю, вот так вот... Вот так хорошо! Вот так хорошо! Конкретно четко! Вот прям как надо! Итак, ну а теперь мы поговорим как раз о самом главном, о функционале этого капота. Это о жабрах отвода тепла. И вообще, все стилистические, скажем так, решения, которые здесь были применены, это все было применено в угоду функционала. Прежде всего, вы можете увидеть здесь заглушку ноздри оригинальной. Если кто не видел мой старый выпуск о мифах об охлаждении и так далее, обязательно посмотрите, кто не видел. Там я как раз рассказывал, как вот эти вот все ноздри и неправильные воздухозаборники влияют на охлаждение двигателя, на систему охлаждения. И в нашем случае ноздря совсем была не нужна. Ее нужно было аэродинамической вот такой вот заглушечкой закрыть. Что нам, да, нужно было, это жабры отвода тепла. Итак, друзья, теперь давайте поподробнее остановимся и поговорим об этих жабрах отвода тепла. Сделаны и спроектированы они не просто так. Была произведена работа по аэродинамике, по давлению. Действительно, вот компания Сиппортс заморочилась с этими жабрами, чтобы сделать их максимально эффективными. Кстати, о компании Сиппортс. Это израильская фирма, которая недавно начала делать карбоновые детали. И действительно, очень круто ребята раскрутились. Делают карбоновые детали для Субарей, для Ниссан ГТРов, Ауди Р8, Корветты. В общем, куча проектов. Многие с ними работают, очень советую. Качественный материал. Я оставлю ссылочку на них в описании под видео. А сейчас, ребята, я для вас проведу небольшой такой эксперимент, чтобы показать, насколько вот эти вот самые жабры функциональны. Итак, друзья, специально для вас мы здесь наклеили вот такие вот всякие ленточки, которые будут колыхаться, когда будет изменяться поток воздуха. А также специально для вас я тут положил вот такой приборчик, который измеряет скорость потока воздуха. На данный момент у нас здесь установлены футы в минуту. И давайте сейчас посмотрим, с какой скоростью будут выходить горячие потоки воздуха от радиатора, которые будут выводиться с помощью вентилятора радиатора. Итак, сейчас включится у нас вот, начал работать вентилятор. Давайте смотреть. Вот как раз из центральной выходит больше всего. А вот как раз первые ноздри у нас служат, скажем так, такой направляйкой воздуха, видите, специально здесь есть такой подъем, чтобы потоки воздуха на скорости создавали, обходили вот эту вот зону и создавали здесь зону пониженного давления. Вот вы видите, у нас здесь вот в средней жабре получается почти 4500-4528 футов в минуту. Тут у нас чуть меньше. Ну и тут еще чуть-чуть меньше. Ребят, помните в том же видео о жабрах и капоте, о всех вот этих вот мифах об охлаждении? Многие мне писали, мол, там, ставь проставки под капот и так далее. Возьмите вот такой вот приборчик и поставьте его вот в то место, да, где все ставят эти проставки под капот. И посмотрите, сколько у вас там будет выдуваться футов в минуту. Я что-то думаю, что там будут гораздо более слабые потоки. Теперь мы проведем следующий эксперимент. Мы подождем, пока у меня сработает вентилятор. Вентилятор у меня срабатывает, первая скорость, при 91 градусе. И охлаждает он систему до 87. После чего он опять выключается. Мы проведем сейчас такой вот эксперимент. Мы проверим, за сколько времени охлаждается температура до 87 с открытыми жабрами. После чего мы сверим, за сколько времени охлаждается температура, опять же, с 91 градуса до 87, уже с закрытыми жабрами. Поехали! Итак, ребята, как вы видите, сейчас вентилятор отключен. Мы ждем, что температура поднимется до 91 градуса и включится вентилятор. Давайте посмотрим, вот я тут приготовил часы. Давайте посмотрим, за какое время он успеет охладиться. Мы услышим, когда вентилятор выключится. Это означает, что температура опустилась до 87 градусов. Пока что, как вы видите, жабры у нас открытые. Как вы видите, сейчас вентилятор выключен, потоки воздуха низкие. Жабры открытые. Посмотрим, за сколько времени температура собьется с 91 градуса до 87. Как только включится вентилятор, вы услышите это в микрофоне. И я нажму на время. О, пошло. Субтитры сделал DimaTorzok Минута 33 секунды. Сейчас жабры закрыты с помощью заглушек. Ленточки не колыхаются. Не колышутся. Вернее, не колышутся. И как вы видите, прибор показывает, что движения воздуха, как такового, нет. Теперь ждем, пока мотор нагреется до 91 градуса. Включится вентилятор и посмотрим, за сколько времени температура упадет до 87. О, пошло. Я думаю, по микрофону должно быть слышно, что вентилятор точно работает. Итак, там у нас было примерно минута 33 с открытыми жабрами. Давай посмотрим, сколько сейчас возьмет времени. Я говорю, что возьмет примерно минуту 45, минуты 50. А ты как думаешь? Так, ну, уже дольше. Я думаю, две. Уже дольше охлаждается. Ничего не охладился. Вентилятор еще работает. О! О! Минута. И? 52. 52 секунды. То есть, на 20 секунд дольше в статике охлаждался. Вот такой вот эксперимент. Что, друзья, вчера мы провели небольшие эксперименты, чтобы показать вам и доказать эффективность данного капота с этими самыми жабрами и показать, насколько лучше работает система охлаждения. А теперь я хотел бы вам рассказать, как все это дело работает во время движения, то есть, когда автомобиль едет при определенной скорости. Форма вот этих жабр сконструирована так, чтобы создавать здесь наименьшее давление воздуха. И получается так, что повышенное давление, которое находится в подкапотке, будет выходить именно через вот эти вот отверстия в жабрах. Хочу рассказать вам о двух случаях, которые произошли со мной и которые доказывают, насколько эффективно работает вытяжка из данных жабр. Случай первый. Еду я по трассе со скоростью 90-100 км в час. И вдруг у меня на лобовом стекле появляются пятнышки масла. Я пытаюсь их, конечно, смыть с помощью дворников. Но капельки масла продолжают появляться. Я не понимаю, что происходит. Останавливаюсь на обочине, проверяю подкапотку. И получилось так, что я до этого замерял уровень масла с помощью щупа. И я не вставил этот щуп до конца. Получается, из-за того, что я не закрыл щуп до конца, там осталось отверстие. Из-за этого отверстия при работе двигателя на оборотах начало выдавливать масло наружу. И сразу его начало выдавливать в зону пониженного давления, которое создано здесь, благодаря форме этой жабры. Начало вытягивать его наружу, прямо на лобовое стекло. Ни одной капли масла не осталось в подкапотном пространстве. То есть я открыл капот, посмотрел, и все масло прямо ручейком таким небольшим текло именно в зону жабр. То есть работа, высасывание воздуха, благодаря вот этим вот зонам, пониженным и повышенным давлением, работают на отлично. Причем скорость здесь была всего лишь 90 км в час. То есть тем выше скорость, тем это будет лучше работать. Кстати, подобный случай у меня случился повторно, уже после съемок данного монолога. Перед поездкой по серпатину я проверял уровень масла. И вновь не закрыл до конца масляный щуп. И при первом же сильном нажатии на педаль газа масло выдавилось из отверстия щупать через жабру прямиком на лобовое стекло. Поехали. Дальше. Вазы. Вырезнула что-то. Какая дороже. Дальше на лоб рулимаза тавар. На лобовое жирно. Я не масло, не обрезнула. Внаме, я не слышно, какой-то брезна. Чёрное какое-то? Я надеюсь, что я там щупу у себя закрыл. Там какие-то пятна тёмные, мне кажется. Блин. Да? Прикинь, щуп открылся. Это ты его не до конца закрыл, значит, получается. Скорее всего, да. Второй случай, который я хотел вам рассказать, к сожалению, менее приятный. В общем, случилась такая неприятная ситуация с компрессором. Об этом я вам расскажу где-то через пару видосов. В общем, случилось так, что у меня в подкапотке образовался большой клуб дыма, который сразу же начал выходить через правую жабру. Ну, там, где и находится компрессор. Причём, ехал я тогда на очень большой скорости. И можно увидеть при записи, вернее, на записи видеорегистратора, насколько эффективно выходит дым из подкапотки именно через жабру. Причём, скорость там была очень большая. Этот случай обязательно я с вами разберу через пару видосов. Расскажу, что именно произошло и как мы это всё порешали. Если подытожить, получается, мы смогли сбросить вес около 15 килограммов, если мы сравниваем этот капот с моим финальным капотом, который здесь стоял на европейской версии. Я напоминаю, капот стальной и весит он более 20 килограмм. То есть мы сбросили почти 15 килограмм веса. Мы улучшили работу системы охранения с помощью вот этих вот жабр. Ну и добавили определённую изюминку, дополнительную изюминку во внешности этого автомобиля. Я почти с самого начала знал, что, скорее всего, капот будет окрашиваться именно в цвет автомобиля. На мой счёт, так гармоничнее и лаконичнее всего выглядит данный капот. Вы могли даже увидеть, что ребята не сильно парились со внешкой капота, с карбоновой внешкой капота. Возможно, вы заметили, что на жабрах был такой технический разрез по карбону. Это потому, что ребята знали, что я его буду, скорее всего, окрашивать. Они могли применить чуть более дорогую технологию. Вернее, другую технологию. Сделать так, что эти жабры будут без вот этого технического разреза. И капот будет максимально красивый в своём карбоновом исполнении. Поэтому, если кто-то из вас когда-то задумает заказывать данный капот в карбоновом исполнении, то не бойтесь, всё будет максимально чётко и красиво. Также этот капот у компании можно заказать из стеклопластика. Будет дешевле, тяжелее. Но так же эффективно в плане исполнения. И всё-таки намного легче, чем тот же стальной капот. Ну что ж, ребята, на этом можно заканчивать данный выпуск. Я безумно рад, что наконец-то мы дошли до этого выпуска про этот капот. Наконец-то я возвращаюсь в YouTube после длительной учёбы. Будет много чего интересного, ребята. Проект продолжается, ничего не закончилось. Будет много разных доработок, будет много разных трек дней, удачи, неудачи, разочарований, аварий. Спектры разных эмоций. Поэтому обязательно продолжайте следить за каналом. Всё, что требуется от вас, это посмотреть это видео, поддержать его лайком, да, комментарием. Ну, а если у вас есть какие-то друзья, которые также в теме, обязательно поделитесь с ним этим видосом. Ну, а с вами был, как всегда, я Стас, канал Legacy Driver. Я желаю вам счастья, добра и удачи. Увидимся в следующем видео. Счастливо! 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 Сергей Ильиس Малинин Él np. Счастливо! Ставчик додай мою, Счастливо!